Утилизация мусора – одна из тем, на которые обратил внимание Владимир Путин. Речь об актуальном для многих городов, в том числе и для Норильска, вопросе зашла на ежегодной пресс-конференции с президентом России. Глава государства подтвердил – откладывать решение данной проблемы нельзя. Ежегодно в России производится порядка 70 миллионов тонн мусора. А складировать его уже некуда. Это серьезная угроза экологии – вот что предложил Владимир Путин. Это правильно. Нам нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Это первое, что нужно сделать. И второе, что нужно сделать – это выстроить целую индустрию переработки. Государства, прежде всего в лице регионов, а затем в муниципалитетах, должны создать условия для раздельного сбора мусора и последующей утилизации. Я понимаю людей, которые выступают против строительства заводов. Вон в Токио, здесь коллега подтвердит, наверное, прямо почти в центре города стоят мусоросжигающие заводы. Запаха никакого, никаких проблем нет, потому что технология соблюдается. Вот и у нас это должно быть сделано. Мы должны построить за ближайшие годы, до 2024 года, 200 перерабатывающих заводов. Не знаю, хватит ли этого, но хотя бы 200 по стране мы должны сделать. За мусором будут следить из космоса, точнее, за мусорными свалками. Краевое министерство экологии заключило договор с Сибирским федеральным университетом о сотрудничестве. Специалисты СФО будут анализировать космоснимки и выявлять незаконные свалки. Результат уже есть. Министерство смогло доказать причастность петил лесопилок к кучам отходов в Канске. По снимкам удалось выяснить дату образования и динамику увеличения свалок. Они совпали с началом работы предприятий. Дело направлено в суд. Большое интервью с главой Норильска Ренатом Ахмечиным. Сегодня в эфире телеканала «Россия-24». Начало в 21.00 сразу после программы «Вести». И к другим темам. Заполярной правде исполняется 65 лет. Первый номер газеты вышел 22 декабря 1953 года. Летопись Норильска. Так говорят о заполярке. За 65 лет более 16 тысяч номеров. О прошлом, настоящем и будущем заполярке расскажет Вера Шелепова. С этого выпуска началась история заполярки. Первая полоса 1953 года, как напоминание о прошлом, украшает вход в редакцию. В заполярке вообще ничего не забывают. В архиве есть не только собственные выпуски летописи Норильска, но и экземпляры предшественников – газет «За металл» и «Сталинец». Здесь рассказ о том, как Норильск, тогда поселок, встречает Новый год. Видите, даже цвет есть по случаю праздника. Ирина Даниленко в «Заполярной правде» работает более 40 лет. По этой газете училась читать, и в ней же начала свой журналистский путь. И когда в 1995 году встал вопрос о закрытии Заполярки и переходе журналистов в новую газету «Заполярный вестник», Ирина Даниленко родное издание не оставила. Благодаря Нине Семеновне Мезенцевой, которая решила возглавить Заполярку и спасти ее, и мы вокруг нее несколько человек объединились, газета живет. И я считаю, что одно из самых важных событий в моей жизни, кроме рождения моего сына, крещения святого, это, конечно, то, что мы сохранили газету. Не забыты и люди, работавшие в Заполярке, и события, о которых писала газета. К 65-летнему юбилею журналисты выпустили специальный буклет. В него вошли по десятилетиям и даже по пятилетиям, разбитые на периоды, такие моменты, все, о чем писала наша газета в тот или иной слой период. О своих первых шагах в Заполярной правде корреспондент Татьяна Зачупейко вспоминает с улыбкой. В газете она работает уже 15 лет. Я самая молодая была на тот период в редакции, и мне было, честно говоря, очень страшно, потому что, знаешь, когда вокруг тебя окружают такие опытные, хорошие, классные авторы, и ты вот такой зеленый совершенно, как горошек, и стоишь, думаешь, что бы ни сказать, бы такое бы не сделать. Потом было очень интересно всегда. Однако Заполярная правда – это не только журналисты, редакторы и корректоры. Лицо издания – дело рук дизайнеров. Все, что в газете вы видите, как она вообще выстроена, как она смотрится – это все работа дизайнера. Дизайн у газеты меняется, и над этим мы тоже работаем. Нам хочется, чтобы она читалась, чтобы она нравилась, чтобы она была приятная и эстетичная. После дизайнерской обработки и художественной вертки газета отправляется в типографию, а дальше – в руки любимых читателей. Летом Заполярка изменится. О цветном будущем газеты говорили на юбилейном вечере в ГЦК. Муниципалитет купил новое оборудование для типографии. Мы решили, что будем устанавливать машину у вас. Изыскали возможность сделать до начала февраля проект. И изыскали возможность, нашли деньги для проведения всех работ. Я помню, 1 июля. И до 1 июля мы в дорожной карте все должны у вас установить. В цветном формате «Заполярная правда» будет еще интереснее и ярче, уверен коллектив газеты. Вера Шелепова, Андрей Казак, Вести, Норильск. Завтра в 16.00 откроется снежный городок. В парке на Комсомольской пройдет торжественная церемония передачи правления от символа уходящего года собаки, символа наступающего года – хрюшки. Пришедших ждут песни, танцы и, конечно, большой праздничный салют. В четыре претендента на минуту славы определились, возможно, участники новогоднего телемарафона, который пройдет 29 декабря. Для прямого эфира мы искали «желтую собаку» – символ 2018-го. Этот год астрологи отнесли к стихии Земли, поэтому собака символизировала гармонию и умиротворение. Как раз это приносит свою семью милый Корги – первый кандидат на участие в передаче. А хозяева этого лабрадора уверены, что Норильску нужен герой. Они не сомневаются, что их любимец на эту роль подходит больше всего. Третий претендент на участие в программе – любитель активного образа жизни. Прогулки, катания на роликах с хозяйкой – вот что нужно для полного счастья. А эту «желтую собаку» зовут просто Машка. Похоже, милое создание очень любит фотографироваться. Кто именно станет героем новогоднего эфира, мы сообщим на следующей неделе. Горячие новости холодного города. Главный продукт ГТРК Норильск – это программа, которую вы сейчас смотрите «Вести Норильск». На добрую половину она наполнена сюжетами, которые, как правило, длятся от двух до трех минут. Всего 150 секунд в эфире, за которыми стоит кропотливая работа целой группы людей. Подробнее о создании сюжетов расскажет Евгения Шинделова. С чего начинается сюжет? С информационного повода? Что-то произошло, случится или просто не справились? Если об этом должен узнать весь город, если это поучительное, жизнеутверждающее или просто мило, об этом расскажут «Вести». Итак, тема ясна, задание получено. Первым делом нужно узнать как можно больше деталей предстоящей съемки. Где будет все происходить – на улице или в помещении. С улицы в помещение заходить нельзя, камера запотеет. Для съемок на улице одеваются все и корреспонденты, и операторы, и камера от Норильских морозов. Такой зимник, конечно, не спасает, но правило есть правило. Два часа снимали, а в итоге две минуты в эфире – недоуменно спрашивают герои некоторых сюжетов. Человеку, непосвященному, трудно поверить в то, что для того, чтобы перекрыть двухминутный сюжет, нужно как минимум шесть минут идеального исходного материала. Или сорок планов по три секунды. Вот так вот, кропотливо и с хорошим настроением собираем каждый сюжет. Предстать в лучшем виде в глубине души – об этом мечтает каждый герой нашего сюжета. Сейчас, секунду, возьму себя в руки. Секрет от оператора – главное, не нервничать. Чтобы хорошо получиться в кадре, ни при каких обстоятельствах не заучивайте тексты, не читайте с листа. Самое главное – никогда не наваливайтесь на стол. Полноценный сюжет – это как минимум два полярных мнения. Зрители рассказали о своей проблеме, нужно предоставить слово стороне, способны или обязаны решить вопрос. Иногда в ожидании комментария проходят не часы, а дни. А новости должны выдаваться оперативно, быть горячими. Ужасный пожар на Толнахской, 30. Горела двухкомнатная квартира на шестом этаже. В Норильске горячие новости создаются в холодных условиях. Автотрасса Норильская-Иркан-Алыкель перекрыта. Дальше этого поста могут проехать только некоторые автобусы и спецтехника. Наши новости видит вся Россия. ГТРК Норильск – это часть крупнейшей корпорации государственных электронных масс-медиа. Проект «Вести Сибирь» – включение на «Россия-1», «Россия-24». 60 лет мы работаем для того, чтобы в установленный час. Норильчане услышали. Здравствуйте, в эфире программа «Вести Норильск». Здравствуйте. Работа информационного канала продолжает программа «Культура». Здравствуйте, на телеканале «Россия-24», программа «Мобильный репортер». В эфире программа «Вести Норникель». В студии Михаил Чечилев. Добрый вечер. Здравствуйте, вы в телепрограмме «Спорт». Здравствуйте. Итоги уходящей недели подводят «Вести Норильск». Кстати, то, что сейчас происходит, называется запись стендапа. Но это не прямой эфир. Так что помахать маме ручкой не получится. Этот стендап станет частью большого сюжета. И, как вы поняли, работал над ним не только Евгения Шенделова. «Вести Норильск». 2018-й в материалах моих коллег. Итоги года корреспонденты «Вести» подведут в программе «События недели». Смотрите завтра в 19.00 на телеканале «Россия-24». Хорошая история о Норильске. Книга под таким названием появится вскоре благодаря второму арт-резиденту этого сезона Екатерине Юшкевич. Художница из Санкт-Петербурга стала одним из пяти победителей российского конкурса по поддержке самых ярких и смелых идей, ориентированных на художественные исследования Норильска. На первой встрече с горожанами гости рассказал о своих планах на ближайшие две недели. Именно столько по условиям конкурса дается резиденту на творческий проект. Оксана Завгородня продолжит. Екатерина Юшкевич в Норильске не впервые. Четыре года назад она представляла в нашем городе выставку «Молодая фотография». Ту поездку, признается, вспоминала часто и мечтала вернуться сюда именно под Новый год. Волшебство зимнего праздника в сочетании с непростой норильской историей и суровым климатом, уверена Екатерина, сложится в очень интересный сюжет. Ищу какие-то отличия и сходства. Например, я вчера узнала, что в Норильске почти никогда не ставлю живую елку. А в моем городе это обычно живая елка, всегда почти искусственная елка. И она много-много лет одна и та же. Поэтому это такая елка, которая видит, как взрослеют семьи, не зная, что-то меняется. И вот этот мотив, мне кажется, интересный. Такие маленькие сенсации Екатерина надеется услышать от норильчан, которые и станут главными героями хороших историй. Также резидент планирует заглянуть в музей, в городской архив и посетить ГТРК Норильск. В итоге в своем проекте автор отразит взаимосвязь между документом, памятью, историей и человеком. Нам показалось, что это будет интересная предновогодняя история для ангельчан, ангельчанах, которые в суете, наверное, свои предновогодние и вообще жизненные, не очень замечают, чем они особенно отличаются от других территорий. Что может получиться, арт-резидент показала и рассказала на примере своей первой работы. В этой книге хорошая история о том, как Екатерина попала на известное телешоу. Она стремилась к этому много лет и в итоге мечта сбылась. Свои проекты Екатерина Юшкевич представляла уже во многих городах России. Работала и в Хельсинской резиденции. 28 декабря художница вновь встретится с норильчанами, где подведет предварительный итог своей деятельности. А 3 января она вернется домой. Там и начнет создавать книгу. С хорошими историями о Норильске горожане смогут познакомиться примерно в марте. Оксана Завгородний, Андрей Казак, Вести, Норильск. Роспотребнадзор предупредил о ядовитой икре на прилавках. Не стоит приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е239 уротропин. Бетун больше известен как сухой горючее, сухой спирт или разжигайка. Медицина используется в качестве антисептика. Полезнее в лечении ожогов и гнойных ран уротропин опасен при приеме внутрь. С 2010-го добавка Е239 официально запрещена. Роспотребнадзор советует не покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Обращать внимание на дату изготовления и упаковку. Например, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть выбита изнутри. Наказание за браконьерство должно стать суровее. Таймырские депутаты предлагают внести в краевой закон поправки, ужесточающие ответственность за нелегативную добычу пантов дикого северного оленя. Популяции так в критическом состоянии негодуют общественники, а некоторые охотники в погоне за ценным ресурсом не думают ни о законодательстве, ни об этике. Тему продолжит Мария Рудакова. Депутаты районного совета подготовили поправки в краевой закон об административных правонарушениях. Инициатива касается ужесточения наказания для лиц, занимающихся срезкой пантов дикого северного оленя. По мнению парламентария, в действии браконьеров наносят непоправимый ущерб природе. Добыча ценного для фармацевтики материала производится на водных переправах, путях миграции животных. При этом 70% парнокопытных гибнут, а выжившие после срезки пант олени становятся нерепродуктивными. У нас официально разрешенная охота считается с августа по март. Но на данный момент панты, именно дикого северного оленя, срезаются конец мая, июнь и июль. И в это время происходит фактически варварская добыча этого оленя. На данный момент, когда олень спускается на переправах по рекам, когда он беззащитен, в это время подъезжают на лодках, происходит жесткая срезка, то есть фактически начинаются, наносятся удары топором, срезаются понты, срезаются языки. Тела уже были брошены также и в хатанге. В таймырском охотнадзоре подчеркивают, сегодня северный олень является ценным, экономически значимым объектом животного мира на территории всего Красноярского края. И если поголовье домашних копытных с каждым годом растет, и сегодня достигло 120 тысяч, то популяция дикого северного оленя за последние два года резко снизилась. Основная причина – браконьерская деятельность человека. Как раз для того, чтобы преломить ситуацию, районные депутаты предлагают дополнить краевое законодательство двумя статьями, предусматривающими систему штрафов для тех, кто занимается срезкой пантов нелегально. Мы ужесточили меры. Для юридических лиц штрафы будут достигать от 300 до 500 тысяч. Для физических лиц будут штрафы достигать от 30 до 50 тысяч рублей. Также мы вводим запрет на незаконную перевозку, если не будет ветеринарных документов. Штрафы также для юридических лиц будут от 300 до 500. Парламентарии и общественники надеются, что уже весной этого года поправки вступят в силу. Пока же, несмотря на большие объемы добычи пантов, на Таймыре в этом году не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении заготовителей. На всю продукцию предоставлены документы. А ведь за каждой такой бумажкой десятки и даже сотни живых душ, убитых не ради прокорма, а ради денежной выгоды. Для справки, стоимость продукции сегодня превышает 40 долларов за килограмм. Мария Рудакова, Александр Рябинкин, Вести, Таймыр. Ремонтная кампания 2018 завершается. В детском саду Снегирек полностью заменили систему отопления. Капитального ремонта здание не видело с момента постройки середины 80-х. Понятно, что за три десятилетия трубы пришли в негодность. Объект включили в программу капремонтов. Подрядчик определился в апреле. Полгода воспитанникам Снегирька пришлось ходить в соседние детсады. За время ремонта на Севастопольской 7В установили радиаторы и оборудовали новый теплоцентр. Теперь здесь стабильно плюс 20 градусов, как и требуют санпины. Сумма контракта 10 миллионов 700 тысяч рублей. И заказчик Ухрис, и балансосодержатель детский сад. Работой местного подрядчика остались довольны. Раньше, когда были очень сильные ветра, у нас было прохладно в детском саду. После замены отопления у нас стало тепло. Мы очень довольны и рады. А в детском саду Почемучка теперь новый современный бассейн. Здесь заменили все. Систему водоснабжения, плитку, душевые. Сделали гидроизоляцию, вставили окна для проветривания. Ремонт затронул и прачечную. Все это обошлось муниципалитету в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Подрядчик завершил работы в середине ноября. Но занятия по плаванию здесь еще не проводятся. Ждут, пока просохнет гидроизоляция и плиточные растворы. 14 января придут результаты экспертизы качества воды. И 15-го часа в бассейн уже можно будет запускать детей. Всего же в рамках муниципальной программы поддержания и сохранность действующих муниципальных объектов в 2018-м отремонтировано более 30 дошкольных учреждений. Начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов говорит, 97% от запланированного объема работ выполнено успешно. 22 декабря в Норильске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ненастойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 38-40 градусов ниже нулевой отметки. В низинах минус 44-46 градусов. Днем столбик термометра покажет 35-37 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра.